Водородные показатели. Так это что, значит, хорошо? Да, это нормально для питьевой воды. Начало вселяет оптимизм, но дождемся результатов по остальным 17 химическим показателям. Гром среди ясного неба. Сотрудница лаборатории несколько раз переспрашивает нас, не подшутили ли мы над ней. Вода после очистки, она не должна такой быть. Даже просто вода, которая проходит через фильтр, она будет значительно... Любая вода, я правильно понял, любая вода не должна быть вот такой, как она у нас есть. Ну, с такими вот показателями. Бутылированная. Это получается, ты купил ее очищенную, а еще надо и дома оточистить. Накануне мы разрешили сотрудникам лаборатории после анализа взять воду себе для питья, но они даже не притронулись к ней. Ну и признавайтесь, вы какую воду пили? Именно пили в чай? Именно, нет, в чай именно не употребляла ни одной из этих образцов. Почему? Ну, как-то не захотелось. Что же скрывается за ширмой кристально честных слоганов водных марок, которых мы вам пока не раскрываем? Почему даже специалисты не готовы сделать из этих бутылей хотя бы глоток? Во всех пяти пробах были превышения по показателям цветности, мутности. В третьей, пятой пробе по окисляемости, в пятой пробе по железу. И самый у нас образец такой, провинившийся? Ну, вот провинившийся, это пятый образец. А самый хороший? Пять показателей не соответствуют Держсенпину. А самый такой, более-менее, это второй образец, там только по мутности превышения. Что ожидало бы производителей всех пяти брендов, если бы их воду изначально, еще до выдачи лицензии, проанализировали так, как это сделала разведка? Отвечает Олег Рубан, глава госпотребслужбы Киева. По первому зразку, данная вода была бы заборонена для использования по кольоровости и мутности. По-другому, зразки, он взагалі фактично відповідає нормативам, тому що лише за мутністю не відповідає. Даний випадок – окисність. Це вказує на тривалость зберігання данной тари. Це показники з'являються, якщо, перш за все, там і велика кількість хімічних елементів. По зразку номер 4 також ті ж пропозиції, що і по-першому. Є декілька змін, але це врегульовується відповідно до установки додаткового фильтра. Що стосується зразку 5, то ми дійсно спостерігаємо повністю і по кольоровості, і по мутності, і по кисненню, по залізу. Але якщо ви пропишете в даному випадку ще виробника, направите нам офіційне звернення з цими аналізами, тому що ці у вас аналізи. Ми проводимо розслідування вже на виробництві. І вкажемо виробнику, що необхідно замінити, може по даному зразку номер 5 взагалі припинити діяльність даного суб'єкта. Невероятно! По сути, минералізованна вода продається під видом обычной питьевой. Причем минералы добавлены в нее искусственно, а значит, можуть нанести множественные удары по почкам, печени і желудку. Це нам і демонструє академик Вячеслав Недбай, доктор наук з Николаїва. Склоняємся над микроскопом і погружаємся в пучину елементів Менделеєва. Це вода однозначно дистиллированная. Дистиллированная – це те, що ви розказували? Да, кристалли не знаходяться в органіческом, не в растворенном виде. Тобто в дистиллированную воду добавляли минералы. Це вода мертва, вода, яка не має растворенних минералів. У 2, 3 і 4 образців аналогичний результат. Чувствуємо себе, як в страшной сказці, де герою предлагали только мертву воду, не давая живой. І вона, п'ятая проба – живая вода. В неї искусственних минералів сипанули не в такому убойному количестві, як в другие. Із цих п'яти образців я б пив би эту воду. А як тодо бути з результатами санкетерстанції? Давайте я вам, Вячеслав, дам эти результаты. О, п'ятый. П'ятый – це ***. Да, ну смотрите, PH705. Окисленность – 2,8. Це дуже високе, т.е. присутствие окиси железа. Є азот. Т.е. в эту воду, конечно, пить нельзя. Так вот це жона? Ну, она, но в этом плане мы видим, что… Мы видим, что есть минералы во своем состоянии. Так. А с точки зрения ее химической чистоты она плохая. Что же еще нужно зрителям, чтобы понять, эту воду пить нельзя? Раскрыть им название брендов? Нет. Это мы сделаем в самом конце. А до этого разведка проведет еще один бактериологический анализ на наличие паразитов в воде и ротовирус. Тот самый, который свалил сотни человек в Измаиле. Наталья, давайте начнем с осмотра бутылок. Мы вот заклеили все бренды, чтобы не было там никаких спекуляций, чистота эксперимента была. Посмотрите, целая ли упаковка, там не видно ли название фирмы. Все упаковано, вижу, нормально, все герметически закрытое. То есть можем приступать к исследованию. С первого образца? Да, с первого образца. Значит, вы открываете, да? Да. Сразу мы берем на анализ воды. На гельминта наливайте мне. Это наливается без обжигания. Теперь исследование воды мы проводим для бактериологического контроля. Значит, бутылочку мы обтираем ватной спиртовым раствором. Вот. И, Андрей, помогите, наливаем. Мы края бутылки обжигаем пробку и быстро наливаем сюда воду. Оп! Много? Полная. Полная. Сегодня мы наконец-то можем забрать результаты анализов пяти наших образцов. Напомню, мы проверяли, есть ли в воде наличие микробов, бактерий, паразитов. Ну вот посмотрим, что нашли специалисты. Что касается микробологических показников эпидемиологической безопасности, то она безопасна, вода для споживания. Зная о том, как воюют корпорации, допускаем и такое. Злоумышленники могли узнать, что разведка собирается тестировать качество самых популярных брендов. Мало ли, вдруг под видом доставщиков воды к нам в студию пришли злоумышленники и принесли специально некачественные бренды. Ведь под номером один мы оформили бренд, который пришел с этикетки, как у воды «Украиночка». Разочарование под номером два было с наклейкой, как у Аляски. Возможно, диверсию совершили и в третьей пробе, как две капли воды. Бутылка похожа на марку «Клея вода». Четвертый с надписью «Кадатская вода». Вероятно, тоже фейк. Биологическую бомбу мы нашли в пятом образце. На нем значатся два слова «райский джерело». Не подделка ли это? Мы выясним в следующем сюжете. Тогда же раскроем и все карты. Покажем анализы, которые еще раз провели с озвученными брендами. Теперь уже не заклеивая этикеток.